Что, начнём? Давайте начнём. Ты из Киселёвска. Что это за место? Это город в Кузбассе, в Кемеровской области. Маленький шахтёрский город. Сколько там тысяч? Ну, сейчас где-то 85 тысяч. О, прикольно. А какой у тебя там любимый пейзаж? Тайга из окна моей дачи. Наверное, ещё вспоминается поле перед моим домом, потому что на тот момент, когда я там жил, мой дом был самый крайний на районе. А дальше начиналось поле и, в общем-то, вот как раз уже шла дорогу в сторону дачи. Вот. И зимой было очень здорово наблюдать, как солнце уходит за горизонт. То есть можно было выйти из подъезда и видеть линию горизонта, как на краю света. А у вас как город в плане зданий? Ну, я не думаю, что там есть что-то выше, чем девятиэтажные дома. А какая там зима? Холодная. Да. Там достаточно холодная зима и тёплое лето. В плане погоды всё достаточно контрастно. Это позволяло почувствовать весь спектр. Летом мы все изнавали от жары, купались, а зимой приходилось одеваться довольно серьёзно. Но большой плюс того, что там низкая влажность и всё время солнечно. Солнечных дней очень много. Зима максимально солнечная, лето солнечное. Во всяком случае, так было, когда я там жил. Не знаю, как сейчас. Может быть, что-то поменялось, скорее всего. Ну, обычно, знаешь, если смотреть, когда приезжаешь на электричке или приезжаешь в какой-то маленький город, у тебя ощущение меланхолии такой, знаешь, лёгкой. Как будто там, знаешь, статичность. То есть вот 91-й год, 2001-й год, 2011-й год или там 81-й год, и там разница, ты можешь даже не почувствовать, что вот время прошло. Есть такое там ощущение у тебя? Есть. Я думаю, что да. Но, тем не менее, там развивается всё. В целом, всё стало гораздо лучше, чем было в 90-е, например. Вот я это знаю, потому что у меня там много друзей, у меня там родители живут. Вот. В целом, жизнь там не стоит на месте. И люди живут там полноценную жизнь. Не, я понимаю, просто кажется. Прощение, а не правда. Ну, там всё немножечко сложнее с реновацией. Это небольшой город. Естественно, дома со временем становятся только хуже. Вот их не успевают ремонтировать с такой же скоростью, как в Москве. Но в этой меланхолии есть определённый плюс. Отчасти из-за того, что внешняя среда не даёт тебе такого разнообразия в плане проведения досуга какого-либо, ты можешь очень серьёзно и с большим упорством погрузиться в какой-либо вопрос. Ну, допустим, заниматься музыкой. И тебя ничего не будет отвлекать. Рубрика существует внутри проекта. Это вопрос Джека Уайта, так называемый. Это просто я так к музыке подвожу. А Джек Уайт однажды в интервью сказал, я зацепился, мне понравилось. Я теперь все гитаристы спрашиваю. Вообще всех музыкантов. Знаете, большей части гитаристов спрашиваю. Джек Уайт в интервью сказал, что первая гитара у молодого человека должна быть максимально плохой, чтобы в борьбе с ней, преодолевая её, ты научился забирать из неё музыку, то потом на любом инструменте ты сможешь добывать музыку. Насколько себе это близко, такой подход? Не близкий этот подход. Это глупость. Гитаристы у нас разве какая-то отдельная категория музыкантов, в которой им нужны особые условия для того, чтобы научиться. Я никогда не слышал такого пианистов, скрипачей или духовиков, что дайте, пожалуйста, нам инструмент похуже. А можно привести примеры, допустим, из смежных каких-то областей. Ну, даже не смежных, а вообще каких-то отдельных, где тоже люди учатся мастерство, а потом занимаются чем-то более ответственным и серьёзным, чем просто исполнение музыки. Допустим, мы же не захотим попасть на стол к хирургу, который учился, практиковался, допустим, каким-то тупым или грязным скальпелем. У него будут совсем другие привычки делать надрез, например. Или мы не захотим потреблять пищу, которая была приготовлена поваром, который учился, допустим, не по ГОСТу готовить. Нет, это глупости. Я думаю, что если он это и сказал, то сказал это скорее в угоду своему кому-то рок-н-ролльному амплуа. Да, я думаю так, потому что одно дело музыкальное исполнительство, именно искусство исполнения музыки, а другое дело рок-н-ролл. Он всё-таки больше рок-н-ролльщик, чем исполнитель. Поэтому, я думаю, в этом контексте он звучал круто, здорово и всё это его образу соответствовало. А ты разделяешь игру на гитаре на мастерство и рок-н-ролл? Конечно. Но это, может быть, и сочетаться в одном человеке, естественно, а может и не сочетаться. Может быть, больше рок-н-ролла, больше музыкального исполнительства. Здесь кому что? А Ван Халлен он где? Ван Халлен – это что-то посередине, наверное. Потому что он играет достаточно рок-н-ролльно, при этом он в хорошей степени виртуозен, особенно для своего времени, но и при этом задорен, да, по рок-н-ролльному задорен. На тему Ван Халлена он всю жизнь пытался сделать свой музыкальный инструмент. И это касается не только даже гитары, а и усилителей, и всё остальное, а, наоборот, максимально удобным. Очевидный вопрос, который тебе, видимо, задают в каждом интервью, но тут уж не преодолеть его никак. Мы об него спотыгнёмся рано или поздно, это твоя первая гитара. Моя первая гитара – это папина гитара, советская. Не помню, как назывался завод, где она была сделана, но она относительно обычной акустической гитары была чуть тоньше. Как мне говорил отец, продавалась вместе с звукоснимателем, который на подставочке туда крепился. К тому моменту, как она попала ко мне, звукоснимателя на ней уже не было. Была только просто обычная акустическая гитара. Звукосниматель нашёлся потом, какой-то отдельный советский тоже звукосниматель, такой вариация на P90, что-то в таком ключе. Он был такой интересный, от него сразу шёл шнур, который можно было сразу подключить к какому-либо усилителю, которого у меня не было. Кстати, такими же звукоснимателями пользуются гитаристы, которые играют джаз-мануш. У них также накладные звукосниматели такие в гитарочку вставляются в отверстие, специальная резонаторная розетка. И так же сразу от него идёт шнур. Дальше там уже, куда хочешь, тебя подключаешь. А ты выбрал гитару? Ну, инструмент выбрал ты сам или инструмент выбрал тебя? Сложный вопрос. Как, значит, инструмент выбрал меня? Я услышал музыку, которая меня очень сильно вдохновила. По аналогии с, ну, знаете, как в детстве, допустим, ребёнок смотрит какой-то мультфильм или фильм и хочет быть похожим на супергероя, которые там. Так же и я. Какого-то возраста мне хотелось стать Бэтменом, а потом захотелось стать рок-музыкантом на сцене, условно говоря, так. И всё. И, естественно, вот гитара, которая всё время лежала до этого на шкафу, стала, в общем-то. А теперь мне необходимо. Немножко в твоё детство, так как ты ориц и часто про это говоришь, ну, фанат ориц. Угу. Я же не путаю. Вот. У меня вопрос очень... Это из моей школы, чтобы ты прям... У нас был очень долгий, длинный спор. Мы собирали такую, знаешь, суперкоманду. Вот. Я решил тебя спросить. Я зайду с очень странной мысли. Ария времён Грановского или Дубинина? Дубинина. Дубинина. Угу. Тебе больше его подход к музыке нравится. Начинаю с Героя Асфальта. И по Химеру. Это мой самый любимый период. Интересный период. Ну, золотой. Я понимаю, что здесь тоже есть некоторые нюансы. Допустим, вот очень многим нравится первый альбом группы Iron Maiden. Хотя он, в общем-то, чуть-чуть отличается от классического, допустим, там, The Number of the Beast. Но он прикольный своей какой-то вот этой сыростью ещё, что ли, можно так сказать, да? Если здесь можно провести аналогию, как часто проводят Арию и Iron Maiden сравнивая. Ну, да. В «Мании величия» и «С кем ты» много любопытных моментов. Но по качеству материала, по уровню его там исполнения, донесения, ну, начиная с третьего альбома всё гораздо интереснее стало. И задорнее, кстати. Я потому что, ну, знаю некоторые моменты и аспекты, как делались эти два альбома из первых уст, скажем так. И, ну, они не могли получиться лучше, на мой взгляд, никаким образом, чем тот же самый «Герой Асфальта». Чисто по опыту. Ну, то есть, как… Это практически невозможно сделать первый альбом людям, которые никаким образом не… До этого, скажем так, не имели большого опыта и в такой музыке, и в записи этой музыки. Как бы лицо коллектива – вокалист, тоже на первых альбомах ещё явно не нащупал свою фишку. Мне понравилось то, что ты в каждом интервью говоришь, что я работаю с этим вокалистом, с этим вокалистом. Обычно люди ищут, ну, барабанщика, басиста, там, ритм. Ну, то есть, музыканты ищут опору, а ты исходишь вообще от вокалиста. Почему так? Ну, не всегда. Конкретно просто, если речь про арию в данном случае. И, в целом, такой вид музыки, где упор идёт на вокал. Поэтому я и говорю про вокалиста в данном случае. А если бы мы говорили про, ну, допустим, «Лим Бискет», то я бы в первую очередь, конечно, говорил про барабанщика. Я говорю про твой путь, потому что у тебя каждый раз ты говоришь, я вот нашёл вокалиста, я нашёл вокалиста, я нашёл вокалиста, мы расстались. А…об этом вопрос. Да не то, чтобы я всё время говорю про вокалиста, просто если спрашивают на тему того, почему я не делаю песни, на эту тему я привожу определенные аргументы. Вот по большому счету это мне самому лично, на вокалистов по барабану. Когда спрашивают, почему я не делаю вокальные альбомы, там, песни и все остальное, я просто говорю, что изначально я хотел делать вокальную музыку, но были проблемы с тем, что действительно сложно было найти человека, который бы все это исполнял на приемлемом уровне так же ярко и талантливо. Ну и плюс ко всему было сложно найти стабильного человека. Обычные вокалисты, яркие, талантливые, они не всегда стабильны в работе. А Бабиев? У Бабиева свой коллектив. За Бабиевым у нас есть одна песня. Плюс ко всему Бабиев это очень яркая личность, очень творческая, и у него свой взгляд на вещи, он полноценно реализуется. Да и как к тому моменту, когда мы с Кириллом познакомились, не, но познакомились мы с ним чуть-чуть раньше даже, чем он начал полноценно заниматься вокалом. Но когда он уже, скажем так, был всем известен как вокалист, что у них есть группа Таймсквер, я уже понял, что меня интересует вот исключительно инструментальная музыка. И я уже, в общем, вокалистов и не смотрел. Один мой друг, когда я разговаривал, он просил, с кем будет интервью, я сказал, что с тобой, он такой, ну спроси тогда, в какой момент он понял, что это вот как раз вот к этому всему, что он хочет играть Батину музыку, так называемую. Ну знаешь, типа, просто у него ты на полочке рядом с Вендерград Генератор, Раш, и дальше вот выбирай, вот список этих групп, ты сам знаешь там. Группа, где много нот сложной в конструкции и практически нуль вокала. Это все произошло, как я уже говорил много раз, естественным путем. Не было такого момента, когда я сел и сказал, ну все, больше с вокалистами дела иметь не буду. Просто нужно было что-то делать с тем, что есть в данный момент, ну на тот момент. Вот и все. И исходя из этого, вот я могу, что я смогу сделать, вот если у меня нету ни барабанщика, там, ни басиста, ни вокалиста, но есть творческие амбиции, ну буду делать инструментальную музыку. Вот так скорее всего это было, но опять же не так, что вот был собран какой-то консилиум, или там я решил сесть, впасть в какие-то раздумья и принять решение. Это естественным образом просто все получилось. Как-то так. Я думаю, не знаю, это ли он имел в виду, когда спрашивал на тему батиной музыки, потому что многие считают, что я начал играть как раз батину музыку после 20-го года, когда я сменил восьмиструнные гитары на шестиструнные классические, скажем так. Может быть, это он имел в виду, а может быть, нет, я не знаю. Какой вопрос, такой ответ, знаешь, я так подхожу к этому. Ты начинал с классики? Ну да. Чему ты у нее научился? Сложно сказать. Опять же, никогда не задумывался на эту тему. Но, наверное, более скрупулезному академическому подходу, так сказать, более серьезному отношению к музыкальному исполнительству, ну опять же, потому что мне это просто нравится. Может быть, это как раз идет изначально воспитание классического. Но хотел-то я играть рок-музыку всегда, то есть и музыкальную школу, когда я пришел, мы с друзьями мы пришли и заявили преподавательнице, что мы хотим собрать рок-группу и нам нужно научиться играть на ритм-гитаре, соло-гитаре и бас-гитаре. Вот такое оно, значит, было. А учительница улыбнулась и сказала, ну вы на классической гитаре у нас научитесь играть, а дальше сможете на любой играть. У нас вот только на классической учат. На тот момент, естественно, с классической музыкой я был вообще не знаком. Но решил, что почему бы и нет. Здорово. Давайте попробуем, поучимся классической музыке. Я через год примерно понял, о чем речь, и окунулся в классику с головой. Там музыка литературы началась, альфеджио более серьезно. И, в общем, всем этим я занялся. Мне было очень интересно. Но, опять же, по причине того, что альтернативы не было же никакой. Не было школ, где учат играть на электрогитаре. Не было пособий, где какие-то самые элементарные вещи, игры на электрогитаре, объяснялись бы. Электрогитара у меня появилась довольно рано. Ну, скажем так, я пошел в музыкальную школу, через полгода у меня вместе с акустической гитарой появилась советская электрогитара, но она была непригодна. Вот как раз по заветам Джека Вайта была непригодна к тому, чтобы на ней полноценно играть можно было. Она была в ужасном состоянии. Я с ней мучился больше. А какой у тебя любимый инструмент? Ну, понятно, что очевидно. Вопрос, но должен быть тоже за... Помимо гитары... Ну, вообще гитара у меня любимый инструмент. Я играю на любимом инструменте. Помимо гитары, наверное, виолончель, саксофон. А есть у тебя вот среди всех, у тебя же несколько, наверное, количество гитар, миллионный парк. Есть вот среди них любимцы? Да у меня не так много гитар. На самом деле, там около 10 гитар. И все это крутится вокруг Фендера и Гибсона. Гибсон Лос Пол, Фендер Стартакастер, Фендер Телекастер в классическом проявлении. То есть, если говорить про Фендер, например, не Стандарт, не Делюкс, условно говоря, не Суперстрат, а прямо вот Страт, как он есть. 21 лад, большой гриф и Телекастер туда же. Ну, и Лос Пол. СГ у меня еще есть, довольно прикольный. В общем, классика, проверенная временем. Это меня вдохновляет довольно сильно. Из всех из них, ну, я не могу выделить какой-то... Ну, то есть, Гибсон, который у меня есть, Лос Пол, он, конечно, выдающийся инструмент, но, тем не менее, я не могу сказать, что я на нем играю больше всего. У меня такой гитарный, господи, прости, гарем, поэтому я хватаю вот так одно, другое в течение дня. Ребята, наверное, смеются, потому что на репетиции я, как правило, прихожу все время с разной гитарой. У гитар есть характер вот у инструмента? Ну, есть. Естественно, какие-то нюансы, которые обусловлены там всем на свете, начиная от того, какой-то звукосниматель, и электроника, обвязка вот этого всего стоит, заканчивая отстройкой ее и тембральными характеристиками деревяшки, они тоже есть. Их нельзя списывать, они, конечно, могут не так сильно влиять на результат, как, допустим, там электроника или отстройка, но это тоже есть. У нас очень старая дискуссия идет. Если в течение года по 8 часов в день сидеть и играть на гитаре, до какого результата ты дойдешь за год? Ну, это невозможно сказать. Ну, все же... Это индивидуальные люди. Ну, то же самое, что в спортзале, если мы зададим вопрос тренеру, если тренер будет отвечать нам честно, мы не получим ответа. Допустим, через сколько лет я кандидатом мастера спорта смогу стать? Что мне ответит на это, допустим, нормальный тренер? Смотрю, в каком спорте я тебе отвечу. Ну, это сложно сказать. Нет, мне кажется, это невозможно сказать. Ну, как будешь заниматься? А вдруг ты будешь заниматься и сломаешь себе спину? Тогда будет больше времени... Ну, потребуется больше времени на это. У меня периодически студенты, которые вот хотят у меня учиться играть на гитаре, спрашивают, насколько рассчитан курс и сколько времени потребуется для того, чтобы, допустим, научиться играть быстро. Не знаю. Может быть, вообще не получится. Откуда я знаю? Я не могу их сказать. И более того, мне в целом чужд такое постановление вопроса. Через сколько лет получится результат? Мне нравится процесс, а не результат. И если мы говорим про музыку в контексте результата, то это какое-то потребительское отношение к вещам. Ну, зачем? Надо, чтобы нравился процесс. Тогда не будет вопроса про результат вообще в целом. Результат будет. Он будет более естественный и будет, так сказать, органичный и правильный, если будет нравиться процесс. А если люди в искусстве работают исключительно на результат, то, как правило, это всегда, как правило, не всегда, ну, опять же, не могу сказать за все случаи, но зачастую, сколько я этого наблюдаю, эти люди чаще всего сталкиваются с какими-либо проблемами психологического характера или неудовлетворенности бесконечной. так что в этом контексте лучше, мне кажется, не ставить вопрос. А если вот, ну, про учеников немножко вопрос такой, я люблю такой вопрос. Если у тебя приходят мужчины, барышни такая, типа, хочу играть, но на чувство ритма и на слухе медведи станцевали, потоптались, такую свадьбу цыганскую строили и такие, типа, ну, вот такой человек к тебе пришел, что его ждет? С какого-то момента, кстати, я перестал брать с нуля студентов. Ну, это не из-за того, что их невозможно научить, просто довольно сложно работать. И даже в том смысле, что сложно научить, а в том смысле, что людей, которые никогда не учились музыке, и они нулевые, как правило, им сложен сам процесс обучения с точки зрения элементарных основ. Ну, в плане, что нужно заниматься, уделять время, инструменты и так далее, и так далее. У них есть какие-то свои представления о том, как они будут играть на гитаре. Поэтому вот с новичками я стараюсь не иметь дела, могу себе это позволить, ну, потому что у меня достаточно большое количество желающих. За свою преподавательскую деятельность я поработал со всеми, и с начинающими, и с детьми, и, в общем, полный пул был у меня. Что ждет студента? Ну, занятный и приятный процесс обучения ждет. Опять же, если человек настроен на то, что это процесс в первую очередь, а не результат, так же, как, допустим, в спорте, сразу видно в спортзале, допустим, по тем, кто занимается, кому что нравится, допустим. Вот нравится человеку процесс, вот он, видно, делает выпад или жмет от груди, и он четко это все по технике делает. Ему нравится смотреть за тем, как у него правильно поднимается рука или напрягаются именно те мышцы, на которые он работает. Люди, которые торопятся, сделают что-то на тренажере и бегут к зеркалу. Вот, смотреть на результат. В этом есть ничего плохого, просто, мне кажется, опять же, это немножечко сложно с психологической точки зрения, потому что результат, такая вещь, он на расстоянии, видится во времени, а не так, что... Я понимаю, что, допустим, те, кто приходят учиться на гитаре в 30 лет или там в 25, у них ощущение времени другое, мало времени, грубо говоря, и на занятия, и осталось мало времени в целом, не так, как было, допустим, в детстве. У меня, когда, или у нас, когда мы учились играть, вся жизнь впереди, можно бесконечно заниматься своим любимым делом, отвлекаясь только на уроки. Я помню, когда я научился зажимать квинту и понял, что это и есть основа вообще, вот это и есть рок или кварту. И я просто сидел днями напролет по хроматике эту кварту гонял вот так туда-сюда от пятой струны, от шестой, от четвертой, еще долго думал, как же все-таки сыграть, какой стиль у меня будет, буду или играть квартами или квинтами. Ну, можно же сыграть кварту в аккорде, а можно квинт сыграть. Вот что лучше звучит? Потом понял, что можно играть квинту и кварту одновременно. Вот это будет, наверное, мой стиль. Ну, это я так, слово, изначально-то я про что говорил, что мне нравился именно процесс, то есть я не ставил перед собой задачу научиться играть кварты или квинты быстрее всех или что-то сделать. Мне просто нравился процесс. Играю на гитаре квинту, о, как классно звучит, сыграю следующего Влада. Здорово. И так туда-сюда, а вот попробую какой-нибудь придумать кусочек. И все, и просто дни напролет, дни напролет. Я не знаю, родители с ума не сошли, когда это просто какофония бесконечная что-то происходит. Ну, тогда так туда же в очевидные же вопросы нам кину. Талант или жопа-часы? Ну, я все-таки склонен к тому, что жопа-часы, как вы сказали, они решают. И, скажем так, опять же, адекватный подход к процессу решает. Я видел очень много талантливых людей, кто благодаря своему таланту довольно быстро чувствовали результаты своей работы и не относились к нему, скажем так, с должным уважением, не ценили это. Ну, и, соответственно, когда тебе нужно чуть больше времени, чтобы чему-то научиться, ты это впоследствии больше ценишь, или ты больше над этим занимаешься, и тебе нету времени там на то, чтобы там как-то весело провести время, где-то там, может быть, другие какие-то интересные виды деятельности найти для себя, попить, покурить, что-то сходить или где-то еще затусить. И, соответственно, ты находишься в русле деятельности и не размениваешься по пустякам. Талантливые люди очень часто склонны именно к какой-то деструктивной деятельности. На всяком случае, я часто видел талантливых людей, которые быстренько, ну, допустим, я учился в музыкальном училище, они довольно быстро выучили программу, а потом не знали, что им делать оставшиеся месяцы, тусовались. Вот, некоторые из них спились, например. Не все, конечно, но, на мой взгляд, когда ты что-то делаешь и знаешь цену этому, ну, ты как-то, тебя, короче, сложнее сбить с толку, с пути. И ты, ну, теперь дальше по твоей биографии немножко пойдем, и ты переезжаешь. В какой момент ты решаешь, что вот, пора двигаться дальше, ну, больше город искать? Я отучился в Прокопьевском музыкальном училище, это город рядом с Киселевском. Ну, по московским меркам это просто через пять станций метро, условно говоря, маленькие города там. Вот, поэтому будем считать, что пока я учился в музыкальном училище, я не за пределы города своего особо никуда не выезжал. А потом нужно было что-то решать. Я, пока учился в музыкальном училище, думал, что поеду в Питер. Наверное, так я думал. Побывал в Питере, причем нас отправили от фонда юной дарования Кузбасса, так вот, в Санкт-Петербург, еще будучи студентами музыкального училища, в консерваторию, чтобы мы, значит, прошли какие-то консультации у преподавателей и оценили свои силы. Я свои силы оценил и не поехал в Питер. Ну, скажем так, в классической музыке к курсу третьему или четвертому музыкальному училищу, я понял, что мне делать нечего. В классике не реализуюсь, потому что не испытываю к ней такой огромной любви, как к рок-музыке. Дорога в консерваторию мне была, в общем-то, закрыта. Хотя, в принципе, наверное, если бы я постарался, в Новосибирскую консерваторию я бы поступил. Это не говорит о том, что Новосибирская консерватория какой-то низкого уровня заведения нет, великолепная консерватория. Я думаю, что я туда поступил, потому что меня там ждали. Связывать свою жизнь с классической музыкой я на тот момент уже понял, что не буду. А с электрогитарой и с рок-музыкой дорожка не такая проторенная, как в академической сфере. И, в общем-то, по сути, после музыкального училища я отправился, так сказать, на вольные хлеба. Был предоставлен сам себе. Можно было уехать в Москву или Питер. Можно было бы ехать в Новосибирск. Но на тот момент у меня не было жизненного опыта, чтобы это сделать. Поэтому самым простым решением было отправиться в Кемерово, быть зачисленным в Кемеровский Государственный Университет Культуры и Искусств. Причем автоматом. Не было никаких проблем. Я даже экзамены не сдавал. Просто вот каким-то образом с музыкального училища договорились. Меня зачислили в Кемерово. И план был такой. При всем уважении и к Кемеровскому университету, и к музыкальному училищу моему любимому, план был такой. Просто посидеть в Кемерово в течение года-двух, смотреть вообще, что как. Ну, то есть, немножечко хотя бы чуть-чуть. Как-то получить какой-то жизненный опыт, потому что я жил все время же с родителями до этого. Университет Кемеровский был нужен лишь для того, чтобы жить в общежитии за какие-то копейки. Там, в общем, можно искать бесплатно. Что я и сделал. Я приехал, значит, зачислился в этот университет. Самое главное, прописался в общежитии. С жильем вопрос был решен. С работой я устроился работать там в музыкальную школу. До этого я работал у себя в городе, музыкальную школу. Потом пошел работать в Кемеровскую музыкальную школу. Все. В общем-то, основные бытовые вопросы были закрыты. И я стал уже заниматься исключительно электрогитарой. Пытаться что-то сочинять. Как-то что-то, как-то понять, куда двигаться дальше. Это был год в 2008-й. Таким вот образом я оказался в Кемерово. А после этого я попробовал поехать в Питер. Это уже отдельная история. Какое у тебя место любимое в Кемерово? В Кемерово? Хороший вопрос. Я, кстати, не задумывался. Какое место? Наверное, район 5-й поликлиники. Почему? Телецентр. Ну, это одна остановка практически. Не знаю. Ну, вот как-то вот такие у меня ощущения. Ну, я там жил долгое время. Там достаточно неплохо было. А когда назрели большие города? Что Кемерово все-таки не в обиду Кемерово. Да. Как я уже сказал, я переехал в Кемерово и уже тогда я понимал, что это какое-то временное. Временный пункт, где, как ты должен осмотреться и понять, что дальше. И вот как-то спустя два года пребывания в Кемерово я подумал, надо переезжать в большой город. Опыта не хватало. И в целом о больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург я знал только понаслышке. Ботовало такое мнение, что, значит, в Москве все очень про деньги и все очень занятые деловые и отстраненные друг от друга, такие отчужденные, серьезные, в общем, бизнес в Москве. А в Питере, значит, все творчество происходит, весь движ. Я подумал, значит, поедем в Питер. Наверное, Питер достаточно творческий город, но вместе с тем он мне показался достаточно сонным. Поэтому спустя полгода жизни в Питере я вернулся обратно в Кемерово и прожил там еще пару лет. А потом уже отправился в Москву в 2013 году. И Москва оказалась совсем не такой, как я ее себе представлял. Да, она быстрая, она деловая в определенной степени, но при этом я осмелюсь назвать ее самым душевным местом из всех, где я был вообще. И в плане общения с людьми, и в плане того, как люди быстро тебя принимают. До сих пор случая у меня так было, по моему опыту. Я очень быстро в Москве находил общий язык с людьми, очень быстро, если мне это необходимо было, вписывался в определенные компании. И они мне были всегда рады. Все вопросы решались очень быстро. Но при этом ты не вписывался в группы? Не было необходимости. Не было необходимости? Мне не было необходимости. Зачем? Ну, гитарист же должен реализовывать себя. А я себя прекрасно реализовываю и реализовывал на тот момент. Ты же искал других музыкантов все еще на тот момент? Искал других музыкантов, да, но я же искал их для себя, а не для того, чтобы вписаться к кому-то. То есть музыканты, как соратники, нужны тебе как функции, а не как соратники по творчеству? Да. Именно так. Как функция. Это не означает, что я отношусь к ним как к, скажем так, к ремесленникам или каким-то образом неуважительным, но если говорить про творчество, мне нет необходимости какой-либо искать какое-то подспорье со стороны. То есть ты не впускаешь людей в свое творчество? Нет. А почему такая уверенность? Что ты знаешь, как правильно? Потому что я же это делаю и я полностью контролирую весь процесс до тех пор, пока мне самому звучание не начинает нравиться, до тех пор, пока я сам не начинаю получать огромное удовольствие от какого-либо куска, темы, композиции, я не заканчиваю на ней работать. Мне порой, конечно, сложно найти какое-то решение композиционное, но опять же, это все исходит из-за того, что я научился делать все сам от начала до конца и так привык делать. Вот. И поэтому мне нет необходимости в каких-то каком-то подспорье. Ну, я просто к чему это веду. Ты мастерски водил гитарой и очень хорошо шаришь за гитарой, но при этом ты не владеешь мастерски барабаном условно, в живую игру, да? Если вот тебе живой барабанщик скажет, братан, ну вот здесь 18 тысяч рук можно же сделать вот так и будет работать так же, как ты хочешь, твоя идея будет так же работать. У меня нет такой проблемы в плане аранжировки. Я прекрасно знаю, как играют барабанщики. Все барабанные партии, которые я делаю, они делала, во всяком случае, когда у меня совсем не было барабанщика, они достаточно хорошо выверены. С техникой игры на барабанах я знаком. И вот этих вот заморочек в плане тысячи рук таких не было. Естественно, когда дело доходило до работы с живым барабанщиком, нет никаких вопросов. Если человек, у него свой звук, свое видение, он может играть партию по-своему, оставляя основную идею нетронутой. Поэтому, что касается сбивок, что касается каких-то нюансов аппликатурных, вообще никаких проблем. Были даже случаи, когда барабанщик дотошно пытался снять то, что я ему изначально написал, я его наоборот убеждал. Сыграй, как ты считаешь нужным. Если тебе здесь сложно или тебе нужен, условно говоря, для воспреждения этой партии конкретно вот такая сплэшка или второй малый барабан, не надо. Давай войдемся к тем, что есть и прямо сейчас придумаем, как сыграть это органичнее, проще. Барабанщикам порой интересно, именно как я написал, потому что они говорят, вот это очень любопытная идея, при этом, что звучит довольно неплохо. Что касается аранжировки, если речь об этом, я еще часть музыкальной школы начал это все изучать, у меня был учебник даже по аранжировке, я про него периодически рассказывал. Очень хороший, кстати, советский учебник, не помню фамилию, только снова забыл, то ли Гаранян, то ли кто, назывался аранжировки для вокально-инструментальных ансамблей, больших и малых составов, и я его так вот проштудировал, это было основа, а потом я уже в какой-то момент начал снимать и барабаны, и басовые партии из любимых композиций, чтобы понять, что они играют. И к тому моменту, когда я начал писать свои, я уже прекрасно понимал, как это работает. Плюс ко всему, на сегодняшний день сделать более естественные барабаны, если ты даже не шаришь за то, как играет барабанщик, не проблема, есть же куча миди-грувов, которым ты можешь воспользоваться как основой. Так что, ну это сейчас, на тот момент чуть сложнее было. А творчество для тебя это повторение, повторение, повторение или озарение? Что значит повторение, повторение, повторение? Ну, ты входишь в одно состояние и повторяешь его из раза в раз, вызывая вот этот общий, ну, там, не знаю, знаешь, ну, как некоторые, по пайпуайне работы, знаешь, некоторые садятся, человек и начинают играть какую-нибудь гамму, и из нее дальше развивают идею. А есть бывает человек садится и такой, типа, блин, и дальше вот шизу выстраивают. Да сложно сказать. К сожалению, мне до сих пор так и не пришло в голову никакой закономерности, как получается написать что-то интересное. Как правило, есть идея, вот общая идея. Хочу, допустим, композицию вот примерно в таком ключе. Вот как я услышал у Джеффа Бека, вот такую идею. А что было бы, допустим, если Джефф Бек бы написал вот чуть-чуть иначе, вот взял бы, допустим, основу из другой песни, но при этом использовал бы, допустим, те же самые какие-нибудь приемы, но, допустим, на такую вот гармонию. Это нужно попробовать. И от этого отталкиваешься. То есть есть какая-то очень абстрактная идея в виде образов, и ты начинаешь искать на инструменте, ну или в голове. А потом через какое-то время ты можешь прийти либо к этому результату, скажем, ожидаемому, который ты ждал, либо к совершенно другому. Здесь творческие задачи, они могут быть вполне конкретные, но реализация их это тайная, покрыта мраком. Я соплюсь за твой прошлый интервью, который я смотрел. Ты там сказал, что гитарист, ну, скрипач никому не нужен, имея в виду гитаристов. И я читал недавно статью в ролик что время больших гитаристов, которые были рок-звездами, прошло. Так есть. Так и так есть? Конечно, но оно прошло ровно с того момента, когда в начале 90-х, ну, в конце 80-х, в начале 90-х появился гранж, нирвана, и массовая культура сместила свой фокус с, грубо говоря, формата Ван Халлина на формат вот такой сетловской группы ребят в кофтах рваных. Нормально. Давно уже гитарист не является звездой в группе. Есть отдельные примеры, естественно, там, Уэс Борланд, например, да, практически все знают. Гитарист Олим Бискет, он очень пестрый товарищ. Ну, он как минимум обращает на себя внимание своей внешностью, а те, кто шарит за музыку, еще понимают, что Уэс Борланд очень интересно играет, у него есть очень классные приемы, там, игры рычагом, и вот это вот все. Но в 80-х было все иначе, да, люди шли на концерты, там, не знаю, им вот Дэвид Лерот, может быть, был до лампочки, а зато Ван Халлен очень нравился, или там, поменялся вокалист у Ван Халлена, или, ну, неважно, Ван Халлен же на месте. Герои с гитарой кончились в 80-х годах, потому что перекормили тоже довольно знатно аудиторию этим всем. Надоело. Вот. А Эйдж из Виту где? Ну, это же тоже продукт того времени. Ну, он более технологичный, человек, который больше в технику, ну, его техника его определяет, будто бы. Звук? Да. Да, да, так и есть. Но все равно это продукт того времени, вот, когда люди знали, а, вот, где он на гитаре, играет Эйдж, а еще у него там 20 дилеев в рэке, и вообще у него довольно большой рэк, а еще он использует корг, дилей, чтобы греть свои воксы, вот, грубо говоря, то есть, таких разговоров среди фанатов в те времена было больше, потому что интересен был гитарист еще отдельно. Амар Радридис в опыте 2000-е? Ну, может быть, но все равно это не так массово. Не так массово? Не так массово, конечно. Ну, как бы... Ну, весь маткор, весь металл и маткор расцветает с Беном из дилейджерской и группе Роджика. Я хочу просто с тобой немножко поспорить. Ну, я считаю, что и металлкор, и любой металл, после, ну, скажем так, вообще в целом музыка с тяжелыми гитарами, там, какими-то, это все стало немассовым после 80-х годов. То есть, речь, если идет про музыку, у которой есть прям фанаты-фанаты, ну, то есть металлкор, любой металл и так далее, и так далее, там, конечно, еще все эти субкультурные истории, там люди выникают, в музыке, как в массовом явлении этого нет. А до этого большее количество людей было погружено, скажем так, в вопрос чуть-чуть глубже, чем обычно. У многих легенд же есть статус, легенды, они уже приобретались по жизни, то есть, эти люди еще не преодолели вот этот период? Не совсем понял. Ну, то есть, смотри, Джимми Пэтч стал легендой не сразу, он не был легендой в свое время, его все критиковали, что он клоун, который, группа кавербэнд, там, то же самое, Хендрикс, тоже не сразу стал легендой, тоже его критиковали за его игру и подачу, и то, что у него ноты, это просто смазанная чушь. Я просто вспоминаю сейчас статьи и рецензии, вот, и если сейчас вот взять того же сетевая, там, любого сейчас гитариста, просто они не преодолели, может быть, вот этот путь, потому что люди начали, например, в нулевые и Вест Борланд в нулевые и критиковался ровно так же. Он не был легендой, он был просто какой-то Вест Борланд. кто это? мне кажется, группа Лимбискет довольно быстро выстрелила и стала очень популярной и в каком-то смысле легендарной, то есть, вот вспомним 2009 год, возвращение Лимбискет, это было больше 10 лет назад, они уже тогда успели еще до этого гораздо раньше стать суперзвездами, распасться и потом Реюнион замутить, так что нет, это уже все звезды, давным-давно, легенды. Это звезды, но не легенды. А Вест Борланд именно как гитаристи будто бы только последние 10 лет говорят. Будто бы таланты рассмотрели. Да не стоит вопрос в целом о гитаристах-звездах нынче, это вообще мало кого волнует, нет акцента на гитаристах-звездах. Еще раз повторюсь, вот закончилось это все в конце 80-х и все, вопрос о гитаристах-звездах не стоит и мне кажется этого и не... Да я даже не знаю, об этом даже как-то не думал никогда, будет ли это и не будет. Вопрос закрыт с гитаристами-звездами. Локально, да, среди небольшой тусовки интересующихся людей, ну относительно небольшой, да, но вот с точки зрения как раньше это было, как в 80-х уже не будет никогда, на мой взгляд. Чем тебя удивила Москва? Энергетикой своей, какой-то заряженностью. Я не ожидал, когда приехал сюда. Я помню, как почувствовал вот эту вот энергию города большого спустя там неделю или две, ну в моем случае, как было, я приехал и полторы недели решал вопрос с жильем, еще с чем-то, еще с чем-то, какие-то такие бытовые вопросы. Когда я смог вообще в целом выдохнуть, оказавшись в более-менее комфортных бытовых условиях, вот я тогда осознал, что чуть больше в голове крутится каких-то даже идей, и музыкальных в том числе, и я это связал с тем, что город заряжает. Конечно, со временем это все выветрилось, я привык к Москве, для меня Москва это очень комфортный, спокойный город стал. Я привык просто к этой энергии. Но на тот момент с непривычки мне показалась вот эта энергия. Буквально через две недели сразу написал пару вещей, после того, как приехал в Москву. Вот это довольно быстрый темп для меня, особенно на тот момент. Ну вопрос тоже к гитаристу, знаешь, ну типа все привыкли, что гитара, это же вот этот долгий сроч про дерево, а синтетические, из синтетических материалов, типа карбон, металл, пластик сейчас все же в моде. Как ты к этому относишься? Это как-то я даже не интересовался этим вопросом. Был опыт, скажем так, я пробовал гитару из какого-то там, я даже не знаю, как это правильно сказать, ну в общем из какого-то вот пластика или чего-то типа того. Довольно популярная фирма в Инстаграме была одно время и среди прогрессивных гитаристов. Я удивился, что она весит больше, чем Лес Пол. Я думал, что если гитара сделана из какого-то материала не дерева, она должна быть как минимум легче, чтобы было какое-то удобство. Ну, должны же быть какие-то стимулы перейти, допустим, на эту гитару с привычной конфигурацией. А она была тяжелее, чем мой Лес Пол, например. То есть она весила где-то около пяти килограмм, при этом стоила, как хороший Лес Пол. И я просто не понял, в чем вообще идея, для чего ее делать из этого материала. Никакого интереса лично у меня нету к альтернативным материалам для гитар. А опыт, который у меня был с этим, скажем так, с не самым плохим представителем вот этих вот гитар из композитных материалов, он был неприятный. Вот так я сказал бы. Владимир Холстин говорил, что гитаристам надо следить за спиной. Я подвижу вопрос. Что чем старше ты становишься, тем надо сильнее облегчать свою гитару. Заставлю тебя эта проблема или как-то ты ее решаешь. Это сказывается вообще на спине сейчас твоей? Нет, не сказывается. Но я спортом занимаюсь, так сказать, любительском ключе. Стараюсь следить за тем, чтобы мышцы были в тонусе. Стараюсь сидеть прямо. У меня относительно нормальное кресло, потому что я много времени провожу, сидя с гитарой, когда веду уроки. И также много провожу времени стоя с инструментом. На репетициях мы довольно много репетируемые. Играю я стоя. И все гитары у меня не тяжелые. То есть я стараюсь, точнее не стараюсь, а главным вообще в целом критерием изначально. Первый вопрос, который я задаю, когда покупаю гитару или собираюсь купить, или меня заинтересовал инструмент, сколько гитары весит? Не все адекватно воспринимают этот вопрос. Ну, это вот мой главный вопрос. Сколько гитары весит? Если это страт, то если он тяжелее, чем 3,5 килограмма, как бы он ни звучал, я его никогда не куплю. Молос Пол 4 килограмма может быть, да. Но опять же с Лос Полом я никогда не выступал. И стоя долго на нем не играю, у меня для этого есть СГ. СГ весит около 3 килограммов, бывает даже поменьше. Телекастер у меня весит 3 килограмма, основные страты весят, вот сейчас новые у меня тоже 3 килограмма, а так 3,200, 3,300. Это адекватная нагрузка. Так что да, надо следить за спиной, конечно. И не вешать на себя хрен пойми что. как бы это круто там не выглядело или не нравилось по звуку, чтобы ты дольше мог играть и быть в состоянии это сделать. Вопрос, знаешь, вот этого подхода, знаешь, старые, новые школы, педалборд или ноутбук. Вопрос возможностей. Вот у меня нету возможности в аналоге выходить за пределы, так сказать, студии. Просто нету возможности. Так что я играю в цифру на... или в цифру, наверное, правильно сказать, в цифру, цифру. Я, в общем, за пределами студии я использую цифровой подход. Но это зависит от возможностей. Так-то у меня есть с чем развернуться, не проблема, но опять же мы играем в небольших залах и чтобы маршал хорошо звучал на маленькой площадке мне нужно еще аттенюатор использовать. Ну, в общем, короче, слишком много сложностей. И опять же спина. Потому что мы что-то все сами носим. А ты все еще отвечаешь таксистам, что играет джаз? Да, как-то в последнее время то ли таксисты стали как-то под скромней не задают вопросов. Сейчас все больше и больше люди так уходят в себя наушнички и как-то таксист сразу понимает, что человеку не о чем разговаривать или он не ответит или что-то еще. Поэтому даже не спрашивает. Как-то раньше вообще более навязчивое общение было. Давай начнем финальный блок. Ну, чуть больше про личное. Насколько вот ты пустишь, насколько вот возможно. Но первый вопрос, он всем один. А сегодняшнего дня плюс 20 лет как-то ты видишь для себя? Не знаю. Вообще стараюсь об этом не думать. Может что угодно произойти. Поэтому лучше подумать над тем, что можно сейчас сделать. Вот с теми вопросами, которые сейчас стоят. Творческие задачи и так далее. А Рамбл все еще удивляет? Еще раз что? Рамбл. Ну, это первый дисторшн соло. А Линк Врей Рамбл. Не знаю, что это. Сейчас я включу. А, это то, что Джимми Пейдж ставил в том фильме. Да-да-да. В том фильме? Ну, да-да. Приготовьтесь, будет громко. Документальный фильм. Он ставил эту пластинку и видимо, как одну из своих любимых записей. Это одно из первых гитарных дисторшн соло написанных. Да, неплохо, здорово. В духе времени. Ну, как-то у меня... То есть, эту запись я услышал уже будучи, скажем так, глубоко вообще в теме. И это не произвело на меня впечатление как вот синдром утенка, условно говоря. Я думаю, это отчасти про синдром утенка, когда вот ты слышишь эту запись впервые в своей жизни и в нужное время, в нужный момент ты вдохновляешься и решаешь заняться гитарой. Каким-то образом вызвать у себя чувство только по причине того, что это ну, скажем так, относительно первая запись гитары с условным перегрузом, да, там, что бы там не перегружалось, там, усилитель, динамик, или все вместе, или консоль, я не знаю, там, может быть, все сразу. Нет, у меня никаких ощущений особенных на эту тему не возникает. Гораздо больше у меня впечатлений и ощущений от записи, там, 20-х годов, 30-х Джанга Рейнхарда. Вот, у него там тоже нормально так гитара перегружается вот за счет того, что все это довольно сильно скажем так, было сложно записать чисто качественно, вот, и там это все еще в совокупности с гением самого Джанга. А какой тогда у тебя был? Вот этот синдром утенка, какая у тебя была мелодия, которая так тебя поразила? Ну, синдром утенка это те записи, которые я услышал впервые в этом стиле, да? Ну, да, это связано с Арией исключительно. Геро Сфальд? Я не помню, какие это были песни. Это был сборник какой-то, там, по-моему, была песня «Король дороги». Это я помню хорошо. Слушал эту песню у друга, а потом на следующий день она у меня крутилась в голове. Она у меня крутилась в голове, частично какие-то куски, а частично я додумывал сам какие-то моменты. По поводу самого звучания электрогитары, ну, ты слышишь какой-то там риф гитарный, я не помню, там, отдельно, который звучит в песне, допустим, там, в балладе о древнерусском войне, там, да, звучит риф в начале, и ты услышишь, что тут неприкрытый такой гитарный перегруз маршаловский, и, естественно, тебя это будоражит, о, сколько перегруза. Вообще, в целом, вот эти подчеркнутые гармоники, доведенные до максимальной компрессии, ну, это я про перегруз в целом, они, конечно, являются вообще одним из самых главных, наверное, факторов такого резонансного звучания этой музыки. А что тебя будоражит, когда ты, какого-то соляка, какого-то ощущения, они же все по стилю могут быть по-разному, по скорости могут быть, какие вот именно, ты вот, знаешь, как вот, есть вот мелодия, которая вот играют, я вот млею, я вот ванхально слышу, вот его сольки, думаю, блядь, ну, как же ты это делаешь, скотина, ну, я не оскорбляю, конечно, а я, наоборот, холю. Ну, в плане прямо именно вот такого впечатления большого от исполнительского искусства есть несколько столпов, наверное, вот и точек, которые, скажем так, приводят, как правило, практически все, когда вспоминают про гитару, но это ванхаллен и рапшин, естественно, из таких уже, скажем так, тяжелых, да, стилей, потом Стив Вай, его второй альбом, дальше довольно большая пропасть, опять же, с точки зрения именно исполнительского искусства, это Гатри Гован, когда я первый раз услышал, мне друг дал наушники и говорит, вот послушай, это вот тот чувак, которого мы смотрели тогда и на Ютубе, у него еще гитара была странная, помнишь, Сухар называлась, я говорю, а, вот этот бородатый, который там что-то, да, вот послушай, это его сольный альбом, я включаю, начинается вейвс, Гатри Гован, и вот этот как раз тоже такой, такая точка, когда ты понимаешь, ага, вот с первых нот сразу слышно, что это вот, скажем так, определенный этап, после которого уже, как раньше, не будет, все будут играть, как он, какое-то время, пока не появится еще какой-то такой же чувак, но после Гатри Гован, конечно, сложно, кому-то настолько же сильно, то есть его сложно перешагнуть, но это вот из современных, а так, да, и Рапшин, наверное, Манхальна, это прям, из вот эры, скажем так, электрогитары с перегрузом, такой уже, ну, скажем, серьезный, как гром среди ясного неба, ну, можно себе представить, точнее, можно себе представить, насколько это было необычно для гитаристов того времени, вот услышать такое соло с таким звуком, допустим, это, наверное, было более впечатляюще, чем тот пример, который вы привели, даже на тот момент, потому что был Хендрикс, конечно же, Клэптон, Блэкмор Пейдж, это все понятно, это все были великие музыканты, довольно интересные исполнители, неистово, конечно, на гитаре никто не играл, плюс ко всему, такого количества перегруза же не было до Ванхалена, так никто не мог грамотно подчинить себе вот это вот маршалла, потому что, если мы берем Хендрикса, у него относительно Блэкмора и Пейджа достаточно много было всегда искажений в звуке, но это были искажения такие, в общем, им тяжело было управляться в плане рифов, все остальное, это фуз, как правило, просто громкий маршал, и это в контексте соло и каких-то таких менее контролируемых звуков, может быть, и ок, но Ван Халлен взял тот же самый маршал и начал на нем играть как продолжение музыкального инструмента, то есть с этим звуком можно было делать все что угодно, можно было играть соло, где очень хорошие сустейны, ноты тянутся, как на скрипке, можно было на том же самом звуке начать играть очень четкий риф, очень яркий, быстрый риф, там, как такой, допустим, такой же риф, как I'm the one Ван Халлен, и это тоже работало под конец 70-х годов, если вы хотите сыграть риф на большом перегрузе, шафловый, допустим, тудут-тудут-тудут-тудут-тудут, у вас ничего бы не получилось, потому что на таком звуке как раз кочегаренный усилитель, это просто бы не сработало, это было просто бурлящее нечто, но на этом можно было играть соло, как делал Хендрикс там с фузом и так далее, с постоянными фидбэками и так далее, а вот так, чтобы это было именно четко, так классно, так до Ван Халлена никто не мог, даже Ранди Роутс, которого часто, кстати, приравнивают к Ван Халлену, типа несколько вот школ, Ранди Роутс, Ван Халлен, несколько точнее противоборствующих кланов, кому кто больше нравится, даже Ранди Роутс с его звуком на первом сольном альбоме Ози Осборна это не тот уровень, как у Ван Халлену, вот, у Ранди Роутс, конечно, далеко не такой органичный звук был, как у Ван Халлена, вообще, даже близко, но это может быть отчасти связано с динамиками, которые использовал Ранди Роутс, но Ранди Роутс, опять же, использовал примочки, чтобы раскачать звук, а это всегда делает звук меньше, вот, а Ван Халлен поковырялся гораздо глубже, чем просто воткнуть примочку в Маршалл и получить стандартную какую-то историю, вот, до сих пор, кстати, многие спорят, каким образом именно Ван Халлен добился вот этого контролируемого звучания Маршала на приемлемой громкости, это вопрос такой еще, дискуссионный, я так немножечко, все было до этого, интервью про жизнь, про какие-то нюансы, а потом столько же про Ван Халлена. Чем больше про Ван Халлена, тем лучше. Ну, зато потом все быстро смекнули, как надо. Ну, опять же, вот появился Ван Халлен и сразу стало понятно, что так как раньше уже не будет, все будут играть похоже на Ван Халлена. Кстати, еще Ингве Малмстин, вот тоже один из тех гитаристов, который оказал большое влияние на будущее после себя. Все равно надо ковырнуть тогда, а Лени Кравиц тогда где? Ну, я не знаю, Лени Кравиц это больше общий артист, чем какой-то супергитарист. Ну, я имею в виду хороший артист, композитор, песни хорошие, но он же не какой-то там гитарист особый. Если говорить в рамках гитаризма, не преуменьшая его заслуг в целом общемузыкальных. Он же играет на гитаре. Ну, мало ли кто играет. Егор Летов тоже играл на гитаре. Вам он не нравится? Егор Летов? Да. Как гитарист? Даже вообще обсуждать нечего, но когда мы говорим про Егора Летова, мы как раз говорим про общее культурное явление, не как гитариста. А когда про Ван Халлена сейчас говорил, я говорил именно в контексте гитары. А Летов это больше как культурное явление, какое-то определенное социальное явление. Но гитару же из-за него люди больше взяли в руки. Ну, да. Но при чем здесь это? Ну, скажем, образ человека с гитарой и хорошее исполнение на ней это разные вещи. Ну, опять же, кому что нравится. Есть рок-н-ролл, есть исполнительское искусство. И каждый берет в той пропорции, сколько ему нужно. Просто мы сейчас находимся еще в таком состоянии. Электрогитара же существует вообще недавно. Поэтому мы находимся и все эти вот разговоры, про то, кто там плохо играет или хорошо. Это же все про что? Про то, что гитара электрическая переживает такой переход из рок-н-ролльного числа из иконы рок-н-ролла в академический инструмент. Поэтому отчасти мы еще все выросли на том, что электрогитара это чисто икона рок-н-ролла. То есть она там висит на яйцах у человека. Он там как-то ковыряет что-то на ней. И всех все устраивает. Это рок-н-ролл. Все здорово. Все классно. А неизбежно с любым музыкальным инструментом со временем происходит, что люди учатся играть лучше, относиться к звуку серьезно. И инструмент из какого-то просто вот опять же культурно-социального явления превращается просто в музыкальный инструмент, на котором нужно учиться играть и так далее, и так далее. И сейчас вот частично какие-то люди говорят, что нужно вообще-то играть на музыкальном инструменте. А другие говорят, вообще-то электрогитара это не для играть, это для угорать. Ну и со временем, я думаю, все равно как бы электрогитара станет академическим инструментом. В этом нет ничего плохого. Что в угаре, что в игре. Главное не путать эти вещи. Само для себя определиться, что для тебя важнее. Ну раз беседы таким русским будут, то получается надо спросить, есть ли классические композиторы, которые вам нравятся? Кого там, например, у вас в топ-1, например, входит в топ-3? Я не могу сказать, что прям являюсь таким особым знатоком классической музыки, хоть я и посвятил ей довольно много времени. Но опять же, я больше играл на гитаре, чем занимался изучением композиторов. Но, естественно, курс музыкальной литературы, музыкальной школе, музыкальному училищу я прошел. Из того, что я слышал, естественно, номером один для меня всегда будет оставаться Иоганн Себастьян Бах. В плане глубины подхода, учитывая, что он работал в очень суровых рамках на тот момент. Полифония – это очень серьезные рамки. И он, исходя из этой формы, точнее, находясь в ней, смог сделать и произвести очень много гениальной музыки. Понятно, что это очень духовная музыка и очень религиозная музыка. Дальше из классицизма, из венских классиков. Наверное, ближе всего, опять же, на мой вкус, Бетховен. Из романтиков – Шопен. Постромантизм почему-то я до сих пор не могу. Вообще никак. Ну, во все-таки, в случае европейский. Верди, Безе – не могу вообще. Русская музыка – наверное. Римский – Корсков. А советская – сложно сказать. Потому что там один другого лучше. Выделить очень сложно. Наверное, Шостакович. И современная совсем музыка. Опять же, насколько можно относить именно к академической, ну, наверное, можно. Эдуард Артемьев. Это номер один из современной музыки. Максимально неожиданно сейчас, конечно. Почему? Ну, во-первых, это мой любимый композитор, потому что работа с Тарковским. А во-вторых, потому что его музыка – это просто, я не знаю, как бы вот это вот где я млею. Включи что угодно, я просто здесь вот лягу и буду рыдать. Да. Да, именно так. Наивысшая форма переноса, так сказать, идеи, музыкальной задачи в звуки, которые заставляют сердце биться быстрее. Ну, это как раз в «Талкере» цитата для вас, что музыка – это механическое, но трогает ноты души. Ну да. Когда ты последний раз плакал? Я не помню. Плакал. Рыдал или так пустил скупую мужскую слезу? Выбирать вам. Но пустил скупую слезу, наверное, недавно. Вот. А прям рыдал, но не помню когда. Наверное, давно. Мой любимый вопрос. Его никто не любит, но я спрошу. Метроном врет. Что значит метроном врет? Однажды Дмитрий Спирин, вокалист, гитарист, отец, основатель группы «Тараканы», они взяли новый бас-гитарист. Пошли на студию записывать альбок. И в середине записи бас-гитарист основной записи говорит, «Стоп, стоп, стоп, метроном врет». Не знаю, если речь про допустим какой-то особый тайминг, особое ощущение ритма музыканта, то наверное метроном не всегда будет способствовать подчеркиванию того самого ощущения времени, но для этого нужно, чтобы у этого человека конкретно это время было. Допустим, если мы говорим про барабанщика Стив Джордан или Стивен Джордан, извиняюсь, память очень плохая стала в последнее время. Наверное, ему метроном не нужен, а может быть и нужен, но опять же, это лучше у него спросить. Я бы, конечно, с удовольствием играл под хороший грув, нежели чем под метроном, но этот грув должен быть в первую очередь. Метроном – это инструмент, которым нужно умело пользоваться. Крайности – это не лучший выбор. игра только с метрономом постоянно или всегда без метронома. Ничего хорошего не будет, если мы будем прибегать к этим крайностям. Надо его использовать в тех местах, опять же, где он необходим. Допустим, мы играем и звучим лучше, если играем без метронома с ребятами. Звучит все более естественно, импровизировать гораздо легче, когда мы играем без метронома. даже все то же самое я имею в виду импровизацию конкретного солиста, не общую, когда группа что-то джимует и пытается сочнить, а просто идет песня, есть место для соло, и если мы играем под метроном, у меня одни ощущения, когда я играю импровизацию в соло. Когда я играю без метронома, у меня совершенно другие ощущения, более свободные. Но мы не можем играть без метронома по причине того, что мы играем под плейбэк. Многие артисты, многие исполнители стараются по возможности набрать максимальное количество людей в коллектив, чтобы играть без метронома, без плейбэка, чтобы звучать лучше. Но, опять же, это эти люди, которые звучат лучше без метронома, они и под метроном хорошо звучат, и у них нет никаких проблем сыграть под метроном. Это важный момент. Финальный вопрос. У вас стоит из двух частей. Можете коротко, можете у вас в широту своей души, как про Ван Халлина. Вы на своем месте, вы счастливы? В плане творческом точно. Все заморочки, которые каким-то образом у меня были не решены в плане творческого пути или каких-то нюансов на данный момент, которые были, я решил для себя. Но это не означает, что новые не могут возникнуть. Они могут и возникнуть. Но с точки зрения творчества, да, у меня все по полочкам. В плане творческого пути даже и отношения к этому делу. А в жизни? Ну, жизнь – это многогранная вещь. Есть вещи, которые от меня не зависят, но которые от меня зависят, все на своем месте. Спасибо огромное, что пришли бы очень интересно. Спасибо вам за вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok